Здравствуйте! В прямом эфире телекомпания Одинцова программа «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. На днях стало известно, что проект «Звенигород. Гостиный город» одержал победу на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. О концепции развития Звенигорода и не только мы сегодня поговорим с Кириллом Александровичем Завраженным, главным архитектором Одинцовского округа и активисткой Аленой Бабакиной. Здравствуйте! Здравствуйте! Бабарович! А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и свои вопросы гостям в студии вы можете задать по телефону 8-495-508-86-84. Кирилл Александрович, Ален, во-первых, примите наше поздравление с долгожданной победой. Ну и, честно признаетесь, неожиданным был результат участия. Победа была, да. Как всегда в конкурсе ждешь, с одной стороны, выигрыша, с другой тоже боишься, что конкуренты могут обойти и тебе не хватит, скажем так, финала местной. Поэтому двойственное было чувство. Но самое главное, мы с Аленой сейчас обсуждали, что верить в то, что мы создали, это нужно людям. Алена, как жители отнеслись к победе? Ну, Звенигород — это уникальная территория, это город с большой культурной значимостью. И самое главное у Звенигорода — это его жители. Это жемчужина Звенигорода, это любящие, неравнодушные жители, которые хотят благоустроить свой город. В этом конкурсе мы участвуем уже третий год подряд. И сплотилась большая команда активистов. Об этом мы обязательно поговорим. Но, наверное, все-таки телезрителям лучше поближе познакомиться с проектом. Я предлагаю посмотреть ролик, который был размещен в социальных сетях. Звенигород — небольшой город в 50 километрах от Москвы, расположился на холмах у Москвы-реки, привлекая своей великолепной природой местами паломничества, связью с известными людьми и насыщенной культурой. Новое строительство меняет профиль города, и это неприятная реальность. Однако в центре Звенигорода сохранилась уникальная атмосфера уездного города. Тихо, уютно, зелено, множество памятников истории, каменные и деревянные купеческие дома. В городе регулярно проходят спортивные и культурные мероприятия. Жители хотят изменить город к лучшему, каждый по-своему и все вместе. Споры продолжались два месяца. На встречах и в сети интернет жители центра и окраины договорились. Наш маршрут начинается с манежа. Этот памятник архитектуры на реставрации. В 2021 году в нем откроется новое здание музея. Неподалеку два центра местной культурной и интеллектуальной жизни, библиотека и дом детского творчества. Далее Почтовая улица, тихая окраина города 19-го столетия. Улица полна памятниками истории и архитектуры, и мы хотим ее заново открыть для жителей города и его гостей. По Почтовой мы придем в обновленный городской парк, благоустроенный, озелененный. Место, где каждый может найти отдых по душе. Немного в пути через Малиновый овраг, и мы в сердце древнего звени города, в крепости Городок, рядом с Успенским собором 14-го века. Мы, звенигородцы, делаем этот проект для себя и для вас. И даже Чехов с Толстым участвуют в обсуждении. Присоединяйся и ты. В прямом эфире телекомпания Одинцова, программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о развитии Звенигорода 8495, 508, 86, 84. Ален, вы уже сказали, что путь к победе был долгим. Три года. Вот эти три года вы участвовали с этим проектом или проекты были разные? Нет, проекты каждый год были разные. В предыдущем году мы выходили с проектом «Набережная». И в 2018 году мы выходили с проектом «Скверы» по улице Московской. Но всегда чего-то не хватало. Не хватало чуть-чуть, чтобы выиграть. В этом году все получилось. Во-первых, была большая вовлеченность жителей. Разными способами их вовлекали. Вовлекали и бизнес, и сообщество, и многодетных матерей, и представителей муниципальных учреждений, журналистов. Было 16 очных встреч. Такого, конечно, не было еще у нас, когда мы встречались постоянно, каждую неделю. И этого уже не хватало нам. Также, когда случилась пандемия, мы перешли в новый формат общения. Это через скайп все общались. И мы не расставались, наверное, в течение трех месяцев. Обсуждали все очень бурно, обсуждали очень бурно, выбирали территорию. Кирилл Александрович, по вашему профессиональному мнению, что в этот раз сыграло решающую роль? Почему в этот раз победа наконец досталась? Я добавлю, конечно, к словам Алены, то, что увлеченность жителей, конечно, была большая. К слову отметить, мы проанализировав предыдущие два участия команды Звенинграда, мы поняли, какие были слабые стороны. Поэтому мы решили привлечь профессионалов и команду координаторов, консультантов, которые считали экономику, делали социокультурное программирование, то бишь работа с населением, выявление мнения, формирование мнения, акцентирование на общественных каких-то задачах, проблемах местности и определение тенденций будущего. Также мы привлекли профессиональную команду архитекторов, текстурную бюро «Базис», которая уже зарекомендовала себя положительным опытом вовлечения в финал по другим проектам того же конкурса. Я думаю, что все это вовлечение жителей, подготовка проекта профессионалами и активное участие, несмотря на пандемию, которая действительно разорвала коммуникацию. И в итоге сказалось на урезание бюджета всего проекта. Это коснулось всех сфер, как вы знаете, в том числе и нашего проекта. Это вызвало большое, конечно, разочарование жителей, потому что, по сути, пришлось, знаете, вот это как у царя Давида, там, рубите ребенка, да, то есть какую половину выбрать. Вот, это было очень такой драматичной точкой движения нашего проекта. В целом, я думаю, благодаря всему тому, что вот я сейчас перечислил, мы одержали победу. И самое главное, конечно, нам была поддержка со стороны Андреевича Иванова, гибернатора, который подписал этот конкурс, выдавая его на федеральный уровень. И министр благоустройства Михаил Хайкин тоже поддерживал всяческие методологические, подсказывая что-то. Мы сейчас посмотрели на те территории, которые вошли в этот проект. Почему выбрали именно их? На самом деле, территории, которые нужно развивать в центре Звенинграда, гораздо больше. Это было связано с тем, что мы должны были определить по нескольким критериям. Во-первых, мы уже примерно предполагали, какая сумма бюджета может быть. Обратным отчетом считали, сколько стоит благоустройство на эту территорию. И как сообщающие сосуды, вот эту перетекаемую площадь, мы ее гоняли по всему историческому центру. Но прежде всего, наверное, мы руководствовались тем, что мы хотели создать не просто статичное место в городе, или его отреставрировать, или благоустроить, а мы хотели дать динамику. И динамика в городе, это прежде всего, как двигаются люди. У нас есть как минимум две целевых аудитории, это, собственно, сами жители Звенинграда и гости. И мы определили магниты притяжения, как вот в ролике было заявлено. Мы хотели вот это место, этот маршрут благоустроить. То есть, таким образом, чтобы туристу показать интересные точки передвижения, откуда логично он может идти, и куда он может прийти, и что он может по пути увидеть, или чем воспользоваться. А для местных жителей открыть новое общественное место, где они могут гулять. Ален, только 16 очных встреч Вы сказали было с жителями. Как пришли к единому мнению? Ну, большинство, наверное, как-то пришло к единому мнению. Вот насколько бурные были обсуждения? С нами поделился опытом один из городов-победителей. Это город Волоколамск, Федор Степанов. Он предложил принять соучаствующее проектирование жителей, где смогли участвовать деятели культуры, общественники, предприниматели, просто жители, выборы территории, наполнение. И мы уже встречались в кафе, в разных местах, где обсуждали конкретную территорию, чем ее наполнить, договаривались. Такое, конечно, было впервые. Вот как раз-таки в этом году. Мы знакомились, узнавали друг друга, очень бурно обсуждали как территорию, так и наполнение. И все-таки пришли, нашли консенсус и выбрали верный путь, большую территорию. Она, конечно, у нас очень большая, начинается от Манежа и заканчивается до Городка. И мы надеемся, что нам удастся ее полностью реализовать, чтобы этапно мы реализуем все. — Не так давно, примерно неделю назад, была встреча в Звенигороде, как раз обсуждали тоже проект в городском парке. Я так понимаю, что там возникли споры вокруг Малинового оврага. Вот что это за споры, о чем они, чем все завершилось? И завершилось ли? — Мы как раз с Аленой присутствовали. Это было доказательство того, что та драма, которая возникла после объявления урезания бюджета, ровно напополам, она, собственно, до сих пор в сердце звенигородца. И здесь был поставлен вопрос таким образом. С одной стороны, мы как профессионалы понимали, что мы должны соответствовать определенным критериям, в том числе и социально-экономический эффект, или синергетический, как называют профессионалы, от того благоустройства, проекта благоустройства, который будет. И жители, с другой стороны, говорили, что да нет, вы не понимаете, это скрытый потенциал, это сердце звенигорода, это природный комплекс, действительно, между историческим началом, вот этот городище, городок, и существующим историческим центром уникальное природное пространство. Вот такого нигде практически нет. И жители справедливо нас укоряли в том, что вы поступаете неправильно, перенося акцент и формируя заявку именно на той части. Но мы объясняли, что да, с точки зрения эмоционального настроя и решения, конечно, вы правы, но мы тогда проиграем по официальным, по, скажем так, юридическим пунктам, не соответствуя определенным критериям. Поэтому все-таки мы убедили и приняли совместно такое решение, и мы оказались правы. Ален, ну, вам, как жительница Звенигорода сейчас задам вопрос, Малиновый овраг, что это за территория? Ну, это прежде всего экологическое пространство, это где хочется гулять с детьми, где хочется погрузиться в территорию, где много деревьев, где поют птички. И как раз-таки это то связывающее пространство между городским парком и городищем Звенигородским. Это та тропа, по которой мы попадаем из центра города в уникальное место, Куспенскому собору. Раньше все передвигались по Малиновому оврагу, сейчас есть необходимость наведения там порядка. Как раз-таки на встрече с Андреем Робертовичем мы говорили о том, что необходим субботник, необходимо очистить это пространство. То есть мы не останавливаемся, общественники. Мы хотим, чтобы пока что даже еще не начал реализовываться конкурс, мы хотим, чтобы начались работы. И Андрей Робертович обещал оказать содействие и уже осенью этого года начать работу по вырубке деревьев, по очистке леса и по благоустройству этого пространства. Кирилл Александрович, я так понимаю, что и до него, в рамках этого проекта, также очередь дойдет до Малинового оврага. Она, безусловно, дойдет, потому что на федеральном уровне всех проектов-финалистов коснулась та судьба обрезания бюджета. Она будет, соответственно, завершена в следующие годы. Я просто добавлю про овраг. Да, здесь мы пошли как раз путем таким, что нужно действительно его приводить в порядок, потому что там есть блок задач, который касательно безопасности. В том числе там дождевые стоки, они начинают его вымывать. И здесь, конечно, нужно все это чистить. И, во-вторых, в принципе, для того, чтобы даже уже эстетически что-то изменить, есть быстрые меры, о которых сейчас Алена, в общем-то, рассказала. То есть, не обязательно дожидаться чего-то такого масштабного. Конечно. Можно по чуть-чуть начинать уже что-то делать сейчас. А мы уже с вами сегодня несколько раз упомянули Успенский собор на городке. Между прочим, Звенигород – ровесник Москвы, а собор Успения Пресвятой Богородицы на городке – один из четырех сохранившихся белокаменных московских храмов конца XIV-XI четверти XV века. Он был возведен в 1390-х годах в крепости князя Юрия Звенигородского. Сейчас храм находится на реставрации. Когда работы будут завершены, узнала съемочная группа нашего канала. Спросил я наш архитектор Аты, вот сейчас вот, взял бы, построил бы такой собор? Нет, не смог бы. Это действительно шедевр древнерусской архитектуры, который мыслился и задумывался какими-то выдающимися мастерами. Собор Успения Пресвятой Богородицы на городке – древнейшее сооружение Москвы и Подмосковья. Построен в 90-е годы XIV века. Попадая сюда, будто переносишься на несколько столетий назад, невооруженным глазом видны земляные валы – тот самый городок. Они, как и храм, появились здесь благодаря стараниям Юрия Звенигородского, второго сына – Дмитрия Донского. Храм был построен Звенигородским князем Юрием Дмитриевичем. Точных данных о его постройке мы не имеем. Летописи об этом молчат. Но о том, что князь строил храм, свидетельствует наличие в храме в Южной алтарной апсиде до 1800 года Георгиевского предела. То есть этот предел был явно посвящен небесному покровителю князя Юрия Георгиеву Педоносцу. В годы безбожия храм использовался не по назначению, не долго. Собор закрыли для верующих в 1932 году и вновь открыли в 1946. С 1946 года собор является единственным действующим храмом на территории Звенигорода и вообще в окрестностях. И это говорит о том, что он стал благодаря этому серьезным таким древлехранилищем Звенигородской земли. В нем сохранился иконостас 17 века и множество икон, которые жители города приносили после открытия храма. Скромное убранство и удаленность от жилых территорий помогли сохранить Успенский собор до наших дней. В 2009 году на деньги собранной общины началась реставрация храма. В ходе кропотливых работ специалистам предстояло воссоздать исторический облик здания, которое, как оказалось, хранит немало тайн. Раскрыть их предстояло архитекторам, археологам и палеографам. В 2009 году реставрация началась с того, что были очищены фасады собора от различных цементных штукатурок, которые очень вредят белокаменному собору подсосом влаги. Был расчищен великолепный белокаменный пояс собора, памятник резьбы 14 века. С 2015 года реставрационные работы под руководством ведущего архитектора Георгия Евдокимова начались внутри Успенского собора. Специалисты восстановили первоначальный облик подпружных арок и окна, укрепили стены строения. В ходе работ в 2015-2016 годах на крыше собора архитектор Евдокимов нашел остатки пазакомарного покрытия собора и сделал предположение об их первоначальном облике, доказав это метод Совету и научной общественности. И поэтому было принято решение о восстановлении пазакомарного покрытия. Время потребовалось не только на восстановление пазакомарного покрытия, но и на внесение изменений в проект и дальнейшие их согласования. Итого, два года простоя. К слову, реставрация на работе храма не сказалась. Сюда приезжают прихожане из разных уголков Подмосковья и столицы. У нас не прекращалось ни на одну минуту богослужения. При всех реставрационных работах, проходившихся внутри, стояли леса, над головой в алтаре были доски, но продолжали служить. В этом году на ход реставрации Успенского собора повлияла пандемия. Она помешала мастерам-белокаменщикам добраться до Звенигорода. К работам они приступят в ближайшее время. На восстановление закомар им потребуется три года. В ближайшей перспективе – возвращение на купол креста. Крест очень ценный, очень интересный. Сейчас восхищаются реставраторы его качеством. И в ближайшее время будет позолочен и возвращен в сентябре-октябре этого года на купол собора, который тоже будет претерпеть реставрационные работы. Алтарные столбы собора украшают фрески, выполненные, вероятно, Андреем Рублевым. Такое предположение сделал известный реставратор Игорь Грабарь в ходе реставрационных работ в 1918 году. До наших дней они сохранились по счастливой случайности. На них изображены вверху в медальонах мученики Флоры Лавр, триумфальные кресты ниже в центральной части и такие парные композиции явления ангела по Хоми Великому на северном столпе и на южном беседы царевича Ясапа с преподобным Варламом. Современные исследования показали, возможно, Грабарь ошибался и фрески принадлежат кисти другого иконописца Симеона Черного. Пока полюбоваться памятником архитектуры конца 14 века мешают леса. А вот увидеть древнейшие образцы монументальной живописи можно без каких-либо ограничений. В прямом эфире телекомпания Одинцова программа «Главная тема» и сегодня мы говорим о проекте «Звенигород. Гостиный город». Алена Кирилла Александрович, мы поговорили в общем и целом о проекте, а цель проекта главная, какова это увеличение туристического потока или не только? Можно я тогда начну? Прежде всего, это надо сказать, что наш проект идет под эгидой нацпроекта «Комфортная городская среда». Это федеральная программа, национальный проект, призванный создать более комфортное место пребывания, в том числе и в исторических городах. Напомню, что это не строительство, это работа с благоустройством, с озеленением, с малооритектурными формами. Это навигация, лавочки, урны, какие-то, скажем так, новые общественные пространства в виде мини-площадей, детских площадок, мест общения, в том числе каких-то, может быть, павильонов. И, конечно, больше зелени. Как мы уже говорили, у нас две задачи. Первая – улучшить общественное пространство в Зенеграде, то есть сделать так город, чтобы людям захотелось там больше проводить время. Ну и, конечно, мы рады видеть в Зенеграде туристов, потому что есть что посмотреть и в самом Зенеграде, и в окрестностях. И есть так называемые туристы ближайшего окружения, это люди, проживающие в близлежащих поселках, деревнях, и москвичи, которые едут в поездку воскресного дня, то есть такие вот туристы. Конечно, нужно тоже благоустраивать, потому что Москва, например, задала уже стандарт благоустройства, и нам нужно соответствовать, но не потерять идентичность. Поэтому в работе было большое время, время уделено работе с историей, с архивами. И вот как раз предыдущий сюжет с Дмитрием Седовым, он показал, что мы очень большое внимание уделяли этому. И тот же Дмитрий, он был участником нашей команды не только как активный житель, но и как эксперт. Поэтому здесь большое внимание уделялось тому, чтобы, создавая новое, не потерять идентичность старого, то есть оставить Зенеград. Алена, кстати говоря, как местные жители относятся к туристам? Туристов в Зенеграде достаточно много. Вот эти толпы людей, скажем так, посторонних, на улицах комфорту местных жителей не мешают, а станет ведь еще больше. Ну, конечно, сейчас уже начинает это беспокоиться, потому что нехватка парковочных мест. Больной вопрос из вечери. Где не хватает мест в кафе, хочется посидеть с детьми, а все занято. Это, конечно, вызывает неудобства определенные, поэтому хочется благоустроить наш Зенеград, хочется увеличить количество комфортных парковых зон, скверов, городской парк, где можно передохнуть с детьми, посидеть в кафе, хочется, чтобы там была сцена, где, может быть, проводились разные мероприятия событийные. И хочется, чтобы все туристы и также жители были рассредоточены по городу, чтобы они не только на центральной исторической части города были, а чтобы они перемещались в комфортные места. Это скверы, у нас их на центральной исторической части города три. Это у нас сквер у Макдональдса для молодежи, который планируется благоустроить в рамках государственной программы. Это сквер в начале Московской и напротив Вечного Огня. Если эти три пространства дополнительно к конкурсу будут благоустроены, то для жителей, туристов и гостей города будет много точек притяжения, где они могли бы провести свой досуг. И самое важное, тогда у нас турист задержится не на один день, а приедет с пятницы по воскресенье. А это, опять же, плюс финансовые вложения, бюджет. И бизнеса, это новые рабочие места, благоустройство, это новые доходы. То есть, так или иначе, выиграли все. Ну, хотелось бы, чтобы выиграли все, чтобы мы получили благоустроенный звенигород, который будет нравиться и жителям, и гостям нашего города. Кирилл Александрович, когда создавался проект, я так понимаю, что были проанализированы проблемные точки. Вот что это за точки? Какие проблемы были выявлены? Что сейчас, скажем так, может быть, отталкивает туристов от того, чтобы приехать с пятницы и по воскресенье? Ну, тут для того, чтобы сказать, что отталкивает туристов, я бы не сказал, что совсем отталкивает. Конечно, это сложности, которые люди видят или с чем сталкиваются, они типичны для исторических городов. Вот мы обсуждали, что парковок не хватает. Но на самом деле надо принять как должное, что город не был рассчитан на такое количество автомобилей. Плюс Московская улица до сих пор является транзитной улицей. То есть, по ней проезжаете... А местные жители нам очень жаловались, даже говорят, грузовики ездят. Да, это действительно проблема. То есть, я разделил бы проблемы функциональные, которые связаны с утилитарными какими-то функциями. Действительно, если где-то не хватает места, где посидеть в кафе, негде запарковать автомобиль, либо автобус, если эта группа приезжает, может быть, не устраивает цены на жилье, гостиниц в центре. Хотелось бы жить в центре, но очень дорого и так далее. Второй блок проблем, который сегодня Зенигород накопил за последние 20 лет, это современная застройка. Помимо того, что три крупных микрорайона построены с превышением этажности, есть еще и много маленьких объектов, которые построены рядом с памятниками артектуры, на территории памятников артектуры, они очень носят сильный диссонанс. Материалы, которые применены там, они современные, они, соответственно, уродуют город. То есть, они стирают идентичность и показывают нам, что здесь не было внимательной руки и глаза, разрешая такое строительство. Это, конечно, очень серьезно бьет по имиджу Зенигорода, и, конечно, мы хотим это исправить. Сложность в том, что у многих таких сооружений, уродцев, у них есть уже свидетельство на собственность, и здесь очень тяжело, скажем так, просто сказать, что их можно снести. Нет, здесь нужно юридически достаточно серьезно разбираться. Поэтому две задачи, два блока крупных, которые для нас были действительно проблемами, как с этим работать. Цель конкурса не была, я говорил уже, не была в том, чтобы новое что-то построить. Мы старались сохранить старое, акцентировать внимание, как, например, на почтовой улице, еще одной такой потаенной зоне, потаенном месте центра Зенигорода, она буквально параллельно Московской улице, которая очень оживлена. И, как в ролике было сказано, очень много интересных зданий на почтовой улице, которые тоже стоит открыть туристу. И также местным жителям, чтобы пройтись по ней, там есть потенциальные места под небольшие скверики, площади, там есть интересные здания, которые мы предложили к новому использованию. И здесь, я бы сказал так, что уже не проблема, а задача, и было как раз придание второго дыхания многим старым зданиям, которые в ветхом состоянии, чтобы дать им новую функцию, и, соответственно, новую жизнь, и они будут в лучшем состоянии. Ничего нового устроиться не будет, но я так понимаю, что будут новые архитектурные решения. Что это за таинственные новые архитектурные решения? Здесь имеется в виду, что это новые дизайнерские решения по навигации, по малым архитектурным формам в виде лавочек, фонарей, мощения. Также, например, на улице почтовой мы применили достаточно эволюционный подход снижения скорости. То есть автомобиль, который едет по прямой, он стремится, ну, автомобилист, он стремится сжать на газ и развивать скорость. Но если эту улицу сделать со сбивкой, то есть траектория будет сбиваться автомобиль, автомобилист автоматически будет снижать скорость. Мы также сделали дополнительные карманы и добавили больше зелени, расширили татуар. Все это носит такой характер архитектурно-планировочного решения, ландшафтного решения. Мы также назвали город гостиной из-за того, что гостиные в нашем понимании создают уют, то есть они переносят масштаб уюта квартиры или дома. Старое известное слово гостиная означает, где рада гостю, где его принимают, и это как раз реверант в сторону туризма. Гостиные могут быть как просто открытые площади. Например, гостиная — это центральный парк, который мы хотим отдать детству с событием, каким-то проведением праздников. Так и, например, какие-то павильоны, связанные с историей писателей. Чехова, например. Мы назвали гостиной Чехова, где будет небольшой павильон, легкий, нестационарный, где можно будет почитать книгу, выпить чашечку кофе, просто остановиться на маршруте, например, переждать дождь. И все это как раз мы назвали в разделе «Новые архитектурные решения». С нетерпением ждем. Во всяком случае, мы жители Одинцов, которые так или иначе в гости в Звенигород приезжают. Но я думаю, что и жители Звенигорода тоже. Очень ждем. Чтобы наконец все это осуществилось. Я хочу напомнить телезрителям о том, что 5 677 голосов набрал еще один проект «Звенигородский вектор» в ходе народного голосования Всероссийского конкурса по развитию экотуризма. Подробнее о проекте в следующем материале. Долина Москвы-реки между столицей и Звенигородом единственный в своем роде историко-культурный и природный ансамбль. Уникальный портал в прошлое. Впервые концепция Звенигородского вектора была предложена в 2019 году. Ее сформулировал ведущий научный сотрудник сектора археологии Москвы Институт археологии РАН профессор Сергей Чернов. Наш проект, его главная цель – показать людям, насколько вот эта территория в окрестностях Звенигорода, в целом Одинцовский округ, насколько он богат природным наследием, культурным, историческим наследием. Подобной концентрации вот этих вот ценных в самом разном отношении объектов найти в других уголках Подмосковья довольно сложно. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, дружина охраны природы биофака МГУ и администрация Одинцовского округа отправили проект «Звенигородский вектор» на конкурс по созданию туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в России. Одинцовский округ уже не первый раз участвует в проектах агентства стратегических инициатив. Буквально в феврале мы участвовали в проекте «100 городских лидеров», включи «Звенигород» со своей экотропой. И вот сейчас мы вновь подали заявку от Одинцовского городского округа. В проект вошли 18 особо охраняемых природных территорий. Семь из них регионального уровня. Они находятся в ведении Министерства экологии и природопользования Московской области. А остальные 11 местные. Он откроет жителям и гостям Московского региона древние дороги, по которым путешествовали князья и цари, поля Великой битвы и городища Железного века. Одно из ключевых направлений «Звенигородского вектора» — создание музея под открытым небом, посвященного боям на рубеже обороны Москвы, проходившим под Звенигородом в 1941 году. Цель этого проекта заключается в популяризации темы Великой Отечественной войны в целом, в научном изучении остатков военно-фортификационных полевых сооружений на этой территории, поиск неучтенных воинских сооружений, и изучение, каталогизацию и регистрацию воинских захоронений, существующих и которые еще не выявлены в том числе. Все это в 30 минутах езды от МКАД. Вот еще один «Звенигородский» проект участвовал в конкурсе. Я так понимаю, что по-прежнему участвует. На каком конкурсе сейчас этапе? Конкурс находится во втором модуле Агентства стратегических инициатив. Завтра как раз сдача и в субботу-воскресенье презентация. Это еще более масштабный проект, где, судя по названию, уже ясно, что «Звенигород» определяет вектор. Вектор к себе и вектор от себя. Он нацелен на рассмотрение долины Москвы-реки, как общего такого каркаса, на котором может базироваться место интереса природных достопримечательностей, культурных, исторических, и создаваться на базе этого, на сопутствующих территориях, туристический рекреационный каркас с привлечением уже инвестиций. Туда, куда можно действительно заводить людей, чтобы не создать негативное воздействие на природу. То есть продолжаем болеть за «Звенигород». Да. Последний вопрос задам. По проекту «Звенигород гостиный город» когда, наконец, начнется реализация? Реализация начнется в следующем году. Мы в этом году подготовим проектную документацию и защитим ее в экспертизе. И будут разыграны торги на строительно-монтажные работы. И в следующем году приступаем. Ждем по-прежнему. Ждем и хотим поблагодарить активных жителей. Это нашего «Звенигорода», это уездное сообщество «Звенигородский историко-архитектурный музей», сообщество «Наш Звенигород» и всех, кто помогал в формировании заявки проектировщикам, архитекторам, главе и губернатору, которые поддержали нас. Надеемся, что скоро мы увидим благоустроенный «Звенигород» для нас, для детей, для жителей, гостей города. Я думаю, что помощь жителям еще потребуется. Мы будем сопровождать проект, его реализацию, и мы просто будем с ним жить. Не могу не задать следующий вопрос. Кирилл Александрович, я думаю, что жители «Звенигорода» мне не простят. Охранные зоны вокруг памятников архитектуры будут или не будут? Очень переживают местные жители. Чтобы, не дай бог, ничего не застроили и облик не испортили еще больше. Да, скажу сразу, что по результату принятия последних ПЗЗ от 30 апреля было действительно большое непонимание того, что мы приняли, почему это приняли. И мы провели разъяснительную беседу. Было проведено два круглых стола с неравнодушными активистами. На последнем мы показали, что все свободные участки от застройки, независимо от формы собственности. Мы рекомендовали, они в проекте правила для непонимания застройки будут показаны как неразрешенные к застройке. Это раз. Отвечая на вопрос, когда будут приняты охранные зоны, этот вопрос в полномочиях Главного управления культурного наследия и от них информация, что по графику это должно быть принято в этом году. Спасибо большое. Спасибо большое, Кирилл Александрович. Спасибо, Алена, что пришли к нам сегодня в студию. Ну, наверное, остается пожелать вам только успехов в реализации проектов. Но надеюсь, что не одного, а многих-многих. И все-таки есть еще проекты, которые участвуют в конкурсе, и все впереди. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok